Уважаемые коллеги, дорогие друзья, создатели нашей стране. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Здравствуйте. Вы хотели сегодня сделать сообщение о новых вызовах. Да, я хотел именно об этом сказать, но вот видите, мы сегодня встречаем Международный день распространения знаний об аутизме. Это несколько необычно. Случилась пандемия, случился в связи с этим карантин. Занятия с детьми во всех организациях проходят по-иному и у нас тоже. Обычные занятия прерваны. И что такое перерыв занятий в работе с детьми с аутизмом? Наверное, большинство слушателей знает. Хотя бы на примере каникул. Всегда летние каникулы это тяжелый случай. После каникул, дай бог, полмесяца приходится восстанавливаться и как-то таких перерывов избежать. Но каникулы мы готовимся заранее, пишем программы, пишем рекомендации для родителей, готовим материалы для работы на дому. Поэтому с карантином все неожиданно. И времени для подготовки было крайне мало. Конечно, пособия для занятий мы собрали, нашли способы передать их семье. И вот только вчера у нас было целых четыре занятия. Что, в общем-то, для нашей небольшой организации успех. Другими словами, адаптация на локальном уровне к занятиям дома реальна. Хотя дополнительных трудностей много. Больше, чем в обычных занятиях. Нужно координировать, как обстоят дела у сотрудников на работе или дома. Как обстоят дела дома у воспитанников. Все ли порядок со связью и так далее. Потом дети к такому режиму неадаптированы. Возникают довольно неожиданные проблемы. Например, наш шестилетний мальчик Саша. Он занимается с психологом на протяжении почти двух лет. Занятия проходят замечательно. У них великолепное взаимопонимание и контакт. Но вот когда он увидел психолога на экране на мониторе компьютера, то он отказался взаимодействовать и смотрел на монитор через изображение монитора в зеркале шкафа. Первое занятие свелось только к тому, что они немножко попели вместе. Второе занятие было уже ближе к тому, что хотелось. Но короткое, третье занятие уже было вполне полноценное. Дело, однако, не в том, что в занятиях детям с аутизмом новый регламент дается трудно, но у них вообще-то есть стереотипность. И если они ходят на занятия в центр, то дома для них это необычно. Да и потом дело не только в занятиях. Весь регламент работы нарушается. И вот, скажем, карантин подразумевает, что идти гулять нельзя. Если каждый день ходили гулять, что в результате получается? В результате получается дополнительный эксцесс в связи с проблемным поведением. В этом плане очень полезно, если дети хорошо работают по расписанию, если их этому научили. В частности, мы используем книжку Лин Маккланехана под кран с расписанием для детей с аутизмом. Во втором издании там есть даже видеоматериалы, которые, на наш взгляд, весьма полезны. Почему я об этом говорю? Потому что здесь вопрос значительно шире. Мы, в общем-то, вписываемся в какой-то определенный уклад жизни, нарабатываем какое-то количество стереотипов. И часто забываем, что вообще-то задача наработать гибкость, наработать определенный потенциал к адаптации к новым условиям. Все идет хорошо и кажется, что так и будет. Подсознательно мы в этом часто бываем уверены. Это относится не только к стереотипиям, это относится к навыкам самостоятельности, к бытовым навыкам, ну и к некоторым другим направлениям сопровождения. И более того, иногда такая позиция проводится вполне сознательно. Ему хорошо в этих условиях, комфортно, пусть так и будет. Вот я с этим впервые столкнулся, когда шла российско-фламандская программа специальное образование. Там было направление аутизм. И мы на протяжении более 10 лет очень тесно взаимодействовали с фламандскими специалистами. Они использовали ТИЧ. Во Фландре это государственная программа. Мы во многом очень друг друга понимали, в частности, мы были согласны с фламандскими коллегами, что наша цель вывести ребенка на уровень типичного развития, если не ошибочно, то очень спорно. Что очень важно адаптировать пространство временную среду к особенностям ребенка. И надо сказать, фламандцы это делали мастерски, мы у них с удовольствием учались. Но в чем мы расходились? Так это во взглядах на развитие. Нужно ли стремиться раскрывать потенциалы развития ребенка, возможно, в большей степени? Иногда из-за этого приходится создавать и преодолевать сложные, не всегда приятные для ребенка ситуации. Или принять ситуацию, когда ребенок вписан в определенную среду, когда ему в ней комфортно. И остановиться на этом, не мучить его неприятными заданиями, которые необходимы для развития. Вот мы неоднократно задавали фламандским коллегам вопрос. Если возникнут форс-мажорные обстоятельства, вот как сохранить то, что мы достигли, и как ребенок будет жить, если эти форс-мажорные обстоятельства привели к тому, что созданные условия сохранить не удается. На этот вопрос адекватного ответа мы не получили. И я так понимаю, что именно этот вызов в 2010-х годах привел ТИЧ к очень серьезной реформе. Жизнь ставила вопрос, на который эта программа, достаточно статичная, ответить не могла. Ну и вот у нас теперь тоже форс-мажор случился в обличии пандемии. И вряд ли это пройдет бесследно и не должно пройти бесследно для тех целевых установок, которые мы используем в работе с детьми с аутизмом. Но давайте вернемся к практическим моментам. В отношении проблем с сопровождением детей с аутизмом пандемия выступила как такой триггерный манифестный фактор и заставила обратить внимание на ряд проблем, которые в принципе хорошо известны, но как-то вытеснились на периферию нашего коллективного сознания. Именно к таким проблемам я отношу проблему дистантного обучения детей с аутизмом. Ее актуальность совершенно очевидна. Обсуждается этот вопрос давно, но решений принципиального характера пока нет. Тем более я не говорю об каких-то административных актах. Если говорить об актуальности, то давайте рассмотрим востребованность дистантного обучения при РАС, ну как бы исключая ситуацию вот теперешнюю, связанную с пандемией COVID-19. Для нашей страны это прежде всего дети, которые живут в сельской местности. В небольших городах, в некоторых случаях даже в больших городах, включая Москву, но по каким-то причинам временно или постоянно не могут получать соответствующую помощь, соответствующее сопровождение. Например, у нас был случай, когда 6-летний мальчик сломал ногу, больше месяца он ходить на занятия в центре не мог, и нам пришлось налаживать занятия дистантные. Кстати, форм занятий дистантных очень много и разнообразных. Ну вот мы провели небольшой расчет, и если исходить из данных ВОЗ по частоте встречаемости раз, и если исходить из данных Росстата по различным процентам населения, то получается, что детей до 18 лет в сельской местности живет примерно 71 тысяча. А если добавить, кто живет в малых городах или кто в больших, временно или постоянно, всего каких-то причин нуждается в такой поддержке, но ее не получают, ну получится немножко больше. Помимо географических моментов сказывается и еще один очень больной фактор – дефицит квалифицированных кадров. И это не только российская проблема. Ну, например, в США очень известный специалист Брук Финджерсал указывает, что дефицит профессионалов достаточной квалификации – одна из важнейших причин, которые подвигают их на развитие дистантных форм работы. Ну, как вы сами понимаете, для нас это тем более актуально. И, естественно, возникает вопрос, а как и кто будет осуществлять удаленные формы взаимодействия. Если речь идет только об использовании специалистов по коррекции аутизма, то это более всего подходит для того, чтобы решить какие-то временные проблемы, какие-то закрыть временные перерывы в обычных занятиях. Безусловно, участие специалистов абсолютно необходимо. В случае первичных консультаций, в случае, когда нужно решать какие-то экспертные вопросы. Однако проведение дистантных занятий профессионалами не снимает проблемы дефицита кадров. Даже более того, она скорее осложняет ситуацию, потому что проведение дистантных занятий требует не только больших усилий, но и занимает больше времени, чем подготовка к занятиям в привычных условиях непосредственного взаимодействия с ребенком. Ну и, наверное, такие занятия должны немножко по-другому оплачиваться. Второй вариант, который представляется сейчас чаще всего основным, совершенно очевиден, когда родители или в очень редких случаях приглашенные родителями специалисты реализуют непосредственно работу. Но что родители, что приглашенных специалистов для такой работы нужно готовить. И действительно, практически все ведущие современные коррекционные подходы, кроме психоанализа, и ЭБИ, и Флорайм, и ТИЧ, и эмоционально-смысловой подход по Никольской, они всегда предполагают участие в сопровождении детей с аутизмом их родителей. И считают это очень часто не только желательным, но абсолютно необходимым. Вот мы, например, когда работаем с семьей, всегда для того, чтобы как-то подчеркнуть родителям их значимость, хотя бы потенциальную, мы говорим, что успешность коррекционного процесса зависит от них процентов на 60, а от нас процентов на 40. Хотя я не убежден, что роль родителей можно оценить и побольше. Что же за подготовка? В принципе, в литературе много достаточно говорится о такой подготовке. Выделяются цели, выделяются задачи, дается определенная литература. Есть не очень много, но есть программы, семинаров, курсов для родителей. Но если смотреть с позиции дистантных занятий, то у них, как правило, есть почти у всех один и тот же недостаток. Они больше, эти курсы и семинары, ориентированы на просвещение родителей и очень мало на практическую подготовку к работе с их собственными детьми. Кроме того, не всегда учитываются особенности контингента родителей детей сразу. А в нашей стране это нужно делать особенно внимательно, потому что чаще всего родители приходят к нам уже, побывав в очень многих местах и далеко не всегда получив ответы на те вопросы, которые они задавали. А если получили, то не те ответы, на которые они рассчитывают. Это создает определенные сложности во взаимодействии. Если профессионалы родители будут работать в одной команде, в одной связке, то без взаимодействия плохо. И поэтому наиболее привлекательным представляется третий вариант, когда непосредственно с детьми работают родители. Но они как бы модерируют те инструкции, те программы, которые для них или с их участием составляют профессионалы. Степень самостоятельности родителей, частота, характер обратной связи с профессионалами, ряд других моментов. Зависит от очень многих обстоятельств, скажем, от возраста ребенка, от истории особенностей его развития, от того, как взаимодействуют и взаимодействуют до начала дистантной работы родители с ребенком, от того, какой образовательный уровень родителей, насколько они готовы к такому взаимодействию, как они оценивают состояние ребенка. Факторов очень много. И вот, к сожалению, в литературе очень мало исследовано вот этих организационных методических основ, оценки предпосылок, с которых мы начинаем такую работу. А для того, чтобы дистантная работа шла успешно, это очень и очень важно, по нашим убеждениям. В настоящее время мы у себя в организации «Общество добро» совместно с Федеральным институтом развития образования Ранхикс при президенте пытаемся обобщить и собственный опыт, он у нас достаточно большой, разнообразный, но разрозненный. И пытаемся присоединить к этому те данные, которые есть в литературе, хотя их очень немного. Ну и ставится задача разработки программы, семинаров для родителей и специалистов, написания каких-то методических рекомендаций, которые будут учитывать те моменты, о которых я говорил. Поэтому мы хотим определить ряд положений и принципов, которые наиболее существенны для реализации такой работы. Почему это очень важно еще? Потому что дистантная работа, к сожалению, чревата целым рядом неживачных побочных явлений, обусловленных самим характером. Дистантного сопровождения детей с сутизмом. И вот что первое нужно обязательно отметить, что так как мы работаем непосредственно с детьми, в центрах, в детских садах, в школах, эти методы просто транспортировать на дистантную работу, по нашему мнению, не стоит. Они требуют очень серьезных ограничений. Употреблять их следует дистантно, с большими оговорками. И они требуют иногда не только адаптации или какого-то дополнения, но часто нужно разрабатывать специальные методы и приемы. Очень важно отметить два таких важнейших момента. Очень хорошо проработанная обратная связь. Она может осуществляться по-разному, но сам факт такой обратной связи является абсолютно необходимым. И еще один момент осознание родителями ответственности за ту информацию, которую они предоставляют специалистам. Причем речь идет не только о вербальной информации, о предоставляемых видеоматериалах, аудиоматериалах и так далее. Потому что эти материалы должны отражать ситуацию полно и по возможности объективно. А не только характеризовать лучшее достижение ребенка. Вот взяли, нарезали и показали то, что красиво и здорово. Здесь нужно видеть и те моменты, на которые нужно обратить внимание, с которыми нужно поработать. Мы вообще долгое время, вот одна из причин, почему так не занимались дистантным сопровождением специально. Потому что, в принципе, при аутизме дистантное сопровождение не самое лучшее, не самое удачное решение. Потому что аутизм это все-таки прежде всего нарушение психического развития. Здесь очень много субъективного в оценке того, что происходит с ребенком. Несмотря на то, что существует масса тестов, опросников и прочее, там тоже своего субъективизма хватает. Мы говорим о нарушении социальной коммуникации, о нарушении поведения. Естественно, здесь должна быть разумная пропорция между тестовыми методиками и клиническими методиками. И как бы там ни было, дистантно мы все время получаем, ну, скорее предварительную оценку, чем полностью обоснованное и надежное заключение. Понятно, что если дистантное наблюдение продолжается достаточно длительно, то мы все больше приближаемся к тому, что есть на самом деле. Но вот когда мы проводим дистантную работу, то мы очень стремимся к тому, чтобы мы знали непосредственно ребенка, хотя бы могли его посмотреть, хотя бы могли его частично обследовать. Познакомились с родителями, и тогда дистантный вариант работает, безусловно, более надежно. Хотя в части случаев, в части случаев, ну, например, когда речь идет о первичной консультации, когда речь идет об обследовании, ну, я вот не говорю об установлении диагноза или экспертном заключении, здесь, конечно, нужно быть предельно аккуратным, осторожным, работать с максимальной тщательностью, иначе, ну, скажем, прежде всего для ребенка это может обернуться не самым лучшим образом. Последние десятилетия значение дистантного сопровождения возросло еще и потому, что численность людей с аутизмом, частота встречаемости раз увеличивается. Ну, вот, скажем, на моей памяти это более чем в 30 раз. Россия же включена в эту гонку, ну, как бы, вдвойне, потому что, с одной стороны, общее увеличение частоты встречаемости и нас касается, с другой стороны, система помощи детям с аутизмом начала формироваться позднее, и мы, так сказать, вовлечены в эту гонку в двойном масштабе. Ну, и так или иначе, развитие помощи людям с аутизмом не успевает за ростом их численности, причем это относится не только к нашей стране, а это в целом, если судить по литературе, тенденция общемировая. Несколько моментов отмечают. Ну, прежде всего, дефицит квалифицированных специалистов. Второй момент – эффективность сопровождения, которая по сей день оставляет желать лучшего. Вот в каждом из основных коррекционных подходов, в каждой из основных стратегий помощи детям с аутизмом мы всегда видим некоторое количество совершенно великолепных достижений, но когда мы оцениваем эффективность этих подходов в целом, в популяции детей с аутизмом, людей с аутизмом, то оказывается, что редко бывает лучше, чем умеренно. Почему? Вот я в подтверждение такого мнения приведу книжку известного американского эксперта, профессора Брайана Сигал из Сан-Франциско. У нее не так давно вышла очень любопытная книжка, я бы сказал, такая полемическая очень книжка, «Политика аутизма». Вот там она пишет, «Все, что мы делаем сейчас, дает 90% безработных или работающих неполный рабочий день взрослых с аутизмом. Безотносительно того, относятся они к высокой или низкофункциональной». Сразу возникает вопрос, который у нас уже осознали, как исключительно важный. Мы очень много думаем о малышах, мы много вкладываем сил в то, что нужно делать в школе, в том, что касается взрослых. Здесь у нас, к сожалению, сделано очень мало. И у нас получается, что образование получают, иногда часто неплохое, а дальше начинается. Может ли он жить самостоятельно? Процент снижается. Дальше мы говорим, в каком проценте они выходят на свободный рынок труда. И оказывается 10-12% максимум. В остальных случаях либо вообще занятости нет, либо это занятость в совершенно особых условиях. Есть еще один момент, чрезвычайно важный, особенно если учесть современную экономическую ситуацию в мире. Ведь хорошо известно, что образование детей с аутизмом, сопровождение детей с аутизмом – это довольно дорогая сфера. И если брать чисто образование, то в Соединенных Штатах обычно повышающий коэффициент составляет от трех до семи. С учетом того, что сам бюджет, в общем-то, трудно сравнивать с отечественным. И при всем при этом, оказывается, что результаты бывают разные. И в результате получается, что особенно в условиях кризиса это направление помощи людям с особенностями становится очень лакомым кусочком для того, чтобы именно на нем экономить результат. Нет? А результат, когда мы говорим, он именно в морально-этическом, в социальном плане. Да, конечно, с этим все согласны. Вот самое печальное, на мой взгляд, что иногда я читаю такие вещи, как нам нужна сегодня такая коррекция, такое образование, которое поддержит реалистические результаты у взрослых. Вот что это такое? Боязнь потерять синицу в руках ради журавлевания, или усталость, осознание неизбывшихся надежд. Так или иначе, такая позиция не только не вызывает оптимизма, с ней невозможно согласиться, потому что хотя бы она как бы устанавливает верхнюю планку. А если у ребенка есть потенциал больше, кто дал нам право его ограничивать? И вот здесь приходится, видимо, подумать над тем, как найти баланс, с одной стороны, интересов родителей, с другой стороны, возможностей государства. Потому что, ну, у меня много достаточно друзей в Соединенных Штатах, и они говорят о том, что давление на работу с детьми с аутизмом достаточно большое. Речь идет, конечно, прежде всего о муниципальных учреждениях. И с одной стороны, это можно понять, с другой стороны, а как сделать так, чтобы эффективность сохранилась. И в то же время, и в то же время, с позиции финансово-экономических, работа стала более эффективной. Это огромнейший вызов. Если мы его не решим, я боюсь, что нам будет очень сложно. Я не могу сейчас дать каких-то рецептов, каких-то, тем более, уже готовых решений. Но создается впечатление, что здесь есть несколько направлений, к которым очень-очень нужно подумать. Это прежде всего системность подготовки, которой не хватает везде, а в нашей стране особенно. Мы за это сейчас взялись, но только в начале пути. Второй момент, то, что... Ну, в чем системность? Ну, например, в том, что ребенок приходит в школу, а с его проблемой поведения еще никто не работал. Сделать это в школе придется, конечно, но вообще-то лучше начинать раньше. Начиная с возраста, когда оказывают раннюю помощь. Или когда, например, у ребенка совершенно не сформировано учебное поведение, ему надо идти в школу. И в результате получается, мы решаем те проблемы, с которыми в школе вообще-то работать не очень-то умеют. А решать приходится. Огромная проблема с тем, что аутизм определен поведенческий. И мы говорим, да, он полиморфен, да, его траектория развития трудно предсказуема, но если мы ее не будем предсказывать, каким образом планировать образовательный процесс. Это вопрос открытый, исключительно сложный. Его сейчас тоже поставили перед нами в РАМСИК, в Существу Добро к этому тоже подключилось. Но я это обозначаю просто как те направления, которые, может быть, помогут решить наиболее насущные проблемы, возникшие сейчас. Это те вызовы, на которые отвечать нужно. Да, все-все, я заканчиваю. Ну и последний момент, то что НКО, к сожалению, пока никак не упомянуто в тех выступлениях, которые мы слышали от высших должностных лиц нашего государства и здесь приходится задуматься на тему, как мы будем выживать. Потому что занятий нет, дистантные работы строятся сложно. И мы, например, думаем на тем, как заняться обобщением того более чем 30-летнего опыта, может быть, попытаться создать новые методики. Необходимость, пожалуйста, обращайтесь, будем стараться помочь. Спасибо за внимание. Я гад. Спасибо большое, Сергей Алексеевич. Спасибо большое, Сергей Алексеевич. У вас было настолько наглобые дня выступление, что, наверное, людям надо еще обдумать какое-то время. Вы понимаете, мне приходится много заниматься вопросами теоретическими, но живем мы на Земле и в реальной... Спасибо. Я думаю, если будут вопросы в чате еще, вы можете отвечать. Если будут вопросы в чате еще, пока людям нужно осмотреть этот сериал. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...